А мы снова говорим доброе утро всей стране и сегодня 12 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь. И мы рады приветствовать в нашей утренней студии заместителя начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Александра Рутико. Доброе утро, Александр Григорьевич. Здравствуйте, давайте будем по порядку разбираться. Значит, получается, раскрытием каких преступлений занимается именно ваше управление? Управление по раскрытию преступлений против личности и общественной безопасности. Да, совершенно верно. Это большой перечень преступлений, в самом деле, и убийства у нас, все, что связано с преступлениями, совершаемых в отношении наших граждан. Убийства, тяжкие телесные повреждения, половые все преступления и преступления против общественной безопасности, начиная с хулиганств каких-то объемных и в то же время распространение незаконно наркотиков. Экстремизм тоже в нашем управлении, сосредоточены все дела по экстремистской деятельности. Наиболее крупные в Центральном аппарате, более мелких объемов, так и находятся на регионах. Но в основном этими уголовными делами занимается именно управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности. Очень широкий пласт преступлений именно в вашем видении находится. Да, очень широкий пласт и довольно-таки обычно это всегда очень резонансные преступления, которые имеют большую освещенность, в том числе и в средствах массовой информации. Но у вас такой серьезный профессиональный стаж. И вот на ваш взгляд, какие дела самые сложные в раскрытии? Ну, если сказать со своего личного стажа и со своей практики личной, это, наверное, дела, где потерпевшими являются дети. Потому что это наиболее уязвимая категория людей. И с детьми очень сложно найти общий язык, компромисс какой-то, получить нужную информацию для следователя, которая в последующем ложится в материалы уголовного дела. И ребенка нужно на первоначальном этапе разговаривать. И следователь вынужден быть и психологом, и педагогом, и в то же время выполнять свою работу как следователь. В настоящее время, конечно же, развивается не стоимо. Мы, как говорится, на месте во всех регионах и в крупных районных отделах Следственного комитета созданы и комнаты опросные для детей, где совместно со следователями происходит работа психолога детского, который помогает этого ребенка разговорить. Этот ребенок идет более охотно на контакт, и ты получаешь ту информацию, которая тебе необходима для уголовного дела. Фиксируешь ее, и правовые основы созданы для фиксации этих показаний детей, чтобы к ним не возвращаться повторно. И они менее травмировались в результате расследования уголовного дела, чтобы это практически занимало все одним каким-то днем, одним каким-то следственным действием, и все минимизировалось на начальных этапах. На самом деле, действительно, это очень сложно представить. Я представляю, как тяжело действительно работать с этой категорией граждан, с детьми, и как важно действительно, что соблюдается вот этот вот баланс между тем, что нужно получить информацию, но при этом не навредить детской психике. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы как можно было меньше таких случаев, но раз они есть, раз они случаются, то пускай это будет максимально комфортно для детей в этой ситуации. Опять же, обратимся к вашему большому профессиональному опыту, Александр Григорьевич. Возможно, были такие случаи, когда именно из-за того, что вы уже давно работаете, у вас уже глаз наметан, так говорится, вы обращали внимание на какие-то мелкие детали, которые потом помогли раскрыться какому-то делу. Было такое в вашей профессиональной практике? Конечно, было и много раз было различные уголовные дела, которые на различных этапах, скажем так, моей деятельности служебной. И порой, когда приезжаешь на место происшествия, основная работа следователя строится именно начиная с осмотра места происшествия. И ты приехал, казалось бы, лесной массив, ничего там сверхъестественного не происходит, не должно находиться там никаких посторонних объектов, вроде везде валяются ветки, вроде бы везде это должно быть, потому что это лес. Ну, смотришь, и рядом, допустим, с пострадавшим находятся какие-то ветки, там несколько их больше, чем где-то в лесу. Изъяли эти ветки, назначили генетические экспертизы, получили результат о том, что эти ветки преступник ломал и пытался скрыть тело человека. В результате, в последующем, получили результаты генетической экспертизы и смогли установить, по крайней мере, человека, который это совершал, либо был на месте происшествия, можно установить, и является свидетелем какого-то обстоятельства. Опять же, тоже флешка была, у меня дело уголовное было, когда дети были, опять же, пострадавшими от половых преступлений родителей. Человек нашел в троллейбусе флешку, казалось бы, маленькая вещь, которая, вроде бы там, нашли мы следы преступлений, но непонятно, это просто скопированная с интернета информация, либо это информация, касающаяся, у нас что-то произошло в Республике Беларусь. Вот сотрудниками органов внутренних дел очень внимательно это все осматривали, нашли минимальную зацепку, увидели на одной из фотографий кусочек бейджа с надписью одной из организаций Республики Беларусь. Туда приехали, и как оказалось в последующем, что действительно там есть человек, работающий на этой фотографии, и целая череда преступлений в отношении этих детей была раскрыта. В общем, нужно быть предельно внимательным, да, чтобы каждой мелочью присматриваться. Но ведь наверняка у вас были и громкие дела за столько лет работы. Можете ли рассказать, какие наиболее резонансные? Резонансные для каждого человека, совершенного в отношении его преступлений или его близких, оно имеет свою резонанс, оно резонансное. Ну, из такого более, наверное, освещаемого СМИ, это вот еще работа в следственном управлении в городе Могилеве, было убийство одного из предпринимателей, и выбывал на место происшествия. Изначально, на начальном этапе собирали доказательства по этому уголовному делу. Было противодействие со стороны подозреваемых, последующих обвиняемых. Но в течение шести месяцев разобрались, смогли скурпулезной работой доказать вину этих людей. И один из них все-таки признал, в конце концов, свою вину, и рассказал, что действительно, как все это произошло. И благодаря собранным материалам уголовного дела на первоначальном этапе, с проведенным судебно-медицинским экспертизом, его показания легли в основу обвинительного приговора, которые зачитались его показания со всеми материалами уголовного дела, в том числе заключения экспертиз, исходя из которых у нас на первоначальном этапе было непонятно ряд совершенных, причиненных телесных повреждений у потерпевшего обнаруженных. Мы не могли сопоставить с тем, как они образовались. И вот когда человек стал нам рассказывать, действительно все сложилось в одну картинку. Я думаю, что расследование таких запутанных дел, оно занимает достаточно большой промежуток времени. А вообще, по уголовным преступлениям, есть ли какой-то срок давности? Или здесь, возможно, все от каких-то деталей зависит? На самом деле, срок давности, он четко прописан в уголовном законодательстве. В зависимости от категории совершенного преступления, он различен. То есть это по непредставляющей большой общественной опасности преступления менее тяжкие, тяжкие, особо тяжкие. В зависимости от этой категории сроки давности разные. От 2 до 15 лет течения сроков давности. Но есть уголовные дела, по которым предусмотрено наказание в виде смертной казни, пожизненного заключения. По этим уголовным делам решение принимает суд по применению сроков давности. Но есть уголовные дела, которые в том числе расследуются в нашем управлении, которые не имеют сроков давности. В основном это преступления против меры и безопасности человечества и военные преступления. Да, но при этом есть уголовные дела, которые раскрываются спустя годы. Как вы считаете, точнее не как вы считаете, а как вообще спустя 5, 10, 20, Я не знаю, на количество лет удается выявить преступника. Все зависит, как я говорил изначально, на первоначальном этапе, как собрали доказательную базу на осмотре места происшествия, как поработали с потерпевшим. Потому что обычно первоначальные показания человека, они являются самыми четкими, самыми ясными и понятными. В последующем уже происходит у него наложение различных моментов, додумывание и так далее. На месте происшествия следователь отработав качественно, первоначально всегда соберет тот массив вещественных доказательств, которые в последующем будут находиться в материалах уголовного дела и будут исследоваться. В 2018 году руководством Следственного комитета было принято решение о том, что нужно вернуться к преступлениям прошлых лет, как мы их называем, это давние преступления. И практически была дана команда все их изучить, поднять все вещественные доказательства, с учетом того, что наука шагнула вперед. И, соответственно, какие-то появились новые виды экспертиз и так далее. Все были уголовные дела подняты, много очень объектов было направлено на судебную, медицинскую экспертизу, на исследования генетические. И в последующем мы получили по многим уголовным делам действительно результаты. В настоящее время и выявлены генетические совпадения, и люди установлены, которые совершили преступление. Многие из людей понесли уже наказание, осуждены судом, некоторые находятся в розыске. Не скроется никто, несмотря ни на какие сроки давности. За что мы хотим сказать вам большое спасибо. За то, что вы так любите свою работу, так кропотливо к ней относитесь, так внимательно. В вашем лице я хочу поздравить всех сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником. И знаете, что мне очень понравилось за время нашего общения, вот я сразу могу сделать вывод, что несмотря на все сложности на работе, наверняка вы с ними сталкиваетесь, вы сохраняете определенный оптимизм. Вот я вам желаю обязательно его и дальше сохранять, и всем коллегам обязательно тоже передавайте наши поздравления и такие же пожелания. И у вас есть несколько буквально секунд для того, чтобы вам поздравить, своих коллег. Камера в вашем распоряжении. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, поздравляю всех с нашим профессиональным праздником. Хочу вам пожелать здоровья, успехов, семейного благополучия, всех благ и всегда быть настойчивыми в достижении поставленной цели, служить на благо Родины, своей Родины, и являться истинными патриотами, продолжать это нужное и необходимое дело. Спасибо большое. Еще раз с праздником. Спасибо. Но мы напомним, что у нас в гостях был заместитель начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Александр Ротиков.